Купить машину, чтобы полжизни простоять в пробке. Как сэкономить время в пути, будучи счастливым обладателем личного авто, подскажет нацпроект. Дать дорогам больше воздуха и освободить город от заторов планируется в рамках федеральной программы «Мосты и путепроводы». Завершить строительство семи крупных транспортных развязок и трех новых автомобильных дорог руководство области намеренно до 2024 года. При реализации данной программы мы полностью исключим в городе Ульяновске заторы на автомобильных дорогах. Программа уже начала свою реализацию. Первый объект, который сегодня находится в активной файле строительства, это завершение строительства второго пускового комплекса «Мостового перехода президентский», который гармонично вписывает это глобальное в российских масштабах сооружения городскую черту. Реализация второго проекта начнется уже на следующей неделе. На Ладын дышит мостовой переход через речку Селедь. Видом на вечную пробку жители прилегающего поселка Дашны радуют отсутствие светофорного регулирования и аварийное состояние моста. Назначение у него без преувеличения стратегическое. Именно здесь находится связующий узел промышленной зоны Засвияжского района с северной частью города и выходом на федеральные трассы. В рамках проекта безопасные и качественно автомобильные дороги, повышать уровень безопасности дорожного движения и улучшать экологическую обстановку сотни местных будут за счет проектирования объездных путей. Конечная цель проекта за 2021 год – вывести из поселка весь большегрузный транспорт. В то же время в активной фазе расчетов изготовление проектно-сметной документации по реконструкции путепровода в створе улицы Кирова. Заявка включает в себя 29 объектов, из которых 8 – это объекты в черте города Ульяновска, и 21 объект – это областные искусственные сооружения. В целом планируется выполнение работ порядка на более 8 миллиардов рублей. Сделать город перспективным невозможно без комплексного подхода. В скором времени новые дороги будут вести практически к мини-полисам. Комплексная застройка с освоением прилегающих земельных участков превращает новые ЖК в автономные городки. Парковыми зонами с детскими и спортивными площадками горожан уже не удивить. Благоустройство планируется начать на набережной Свияги. В скором времени радовать глаз будет не только дендропарк и ландшафтный дизайн, но и водная гладь. Реку ждет экологическая реабилитация. Работая весь этот участок, мы понимаем, что здесь необходимо все-таки идти на расчистку, на глубокую расчистку, с учетом того, что это будет излечение всего донного ила, это будет выпрямление русла. Затем вся расчистка. То есть мы уйдем от этих всяких веляний? Веляний, да, подтоплений, затоплений. Вся вот эта грязь, которая у нас собирается по берегам, все это мы заводим на расчистку. Вот проект. За планированных перемен ждут как минимум три тысячи жителей прилегающих домов. Здесь много природы. Я смотрю в окно каждый день, я наслаждаюсь этим. Это на самом деле великолепное событие для нашего города, для того, чтобы пойти погулять с детьми, провести хороший вечер с друзьями, с родными. Наверное, это единственное будет место, тихое, приятное, спокойное и красивое. В общей сложности для обеспечения задела под жилищное строительство в регионе сформировано 135 земельных участков. Яна Федорищева, Юрий Конихин. Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова